Все, кажется, совершенно иным, нарушен. То, что содержит в себе какие-то новые пропорции, новые масштабы в этом мире. И вы, в этот момент, чуть-чуть освоившись, присматривайтесь к людям, не только к горам. И видите, что люди тоже не одинаковые. Есть среди прочих в этом альпинистском лагере горные туристы, они ходят в горах. Есть альпинисты, они совершают восхождение. Есть скайрайнеры, они в горах бегают. Но если все мы обычно тоже бегаем, но как-то по вертикали, по горизонтали, то скайрайнеры такие люди, которые бегают по вертикали. Они стартуют на высоте 2100 метров и финишируют, скажем, на высоте 3100 метров. Скайрайнеры, они такие небесные бегуны. Выглядит это все очень странно для неподготовленного глаза. Совершенно нереальная картина. Но, тем не менее, вы понимаете, что вы и попали в такой нереальный мир, всякое бывает. Скайрайнеры приезжают в Ак-Тру, у них соревнования на Кубок России по скайрайнингу. Видимо, им одним как-то между собой состязаться скучновато, и они всякий раз используют всякую возможность записать в этот самый список соревновающихся всех, кто есть в лагере. Так вы можете увидеть собственное имя в забеге. Вам кажется поначалу, что это шутка, но не очень, может быть, даже удачная. Но, тем не менее, в какой-то момент, чем ближе к старту, тем вы понимаете, что, в общем, никто шутить не собирался, вы действительно в забеге. Вы в какой-то момент, ну, чтобы просто поддержать как-то престиж советских и российских бардов, все-таки считаете нужным выйти на старт и уже разобраться на месте. И когда вы видите, что помимо вас на старт точно так же вышли прочие товарищи, ну, совсем не альпинистского склада, ну, музыканты, с которыми вы приехали, контрабасист, гитарист, кларнетист, не совсем не спортивного вида, но тоже оказавшиеся в списке, вы понимаете, что дело принимает неизбежный оборот, и вам придется все-таки пробежать хотя бы 200 метров, ну, пробежать, пройти, проползти и там умереть. Да что вы решаетесь? И поскольку все-таки вы делаете свое дело, то есть, ну, бежите, как бы бежите, ползете честно, то адреналин в вас играет, и на 200 метрах вы почему-то не умираете. И вы понимаете, что это вам предстоит на 300 метрах, и вы доверяетесь судьбе, ну, все-таки уже треть пути почти, да, 300 метров уже как бы так вполне почетно. Уже, в общем, можно рассчитывать на то, что посмертно вам дадут грамоту, где будет написано «Герой». Герой призма посмертный. На 300 метрах вы почему-то тоже ощущаете себя не очень, но живым. Ну, то есть, во всяком случае, члены ваши движутся, помимо вашей воли, вот, и вы понимаете, ну, там вот еще чуть-чуть, ну, то есть, повернуть как-то, ну, давайте еще 500, посередина пути, и вот тут уже как бы все, вот здесь вот все. Ну, нормально, вот пол, половина. Но на 500 метрах, друзья, вы понимаете, что тут вы совсем попали, потому что назад 500 метров вверх. 500 метров, какая разница? Надо сказать, что вверх немножко полегче, потому что вниз спускаться, знаете, как-то совсем тяжело, опасно, знаете. Ну, кто-то не спускался, спускался с высоты, с высоты трех, там, хотя бы 30 тысяч метров. Вот так, друзья, становятся скайрайнерами. Алтайским воздухом дышу, зеленым змеем не дружу. За что, скажите мне, я бардам не в пример, свой трезво пел репертуар, а мне товарищи из фар, это Федерация Альпинизма России, пеки, сказали, вертикальный километр. Я, видно, в прошлом дурно жил, раз эту участь заслужил. Как мне давно сказал один туркмен, а я и свинина кушал, водка пил, общаким девушкам ходил. Теперь Аллах тебе зовет, иди давай. Ну ладно, был бы я спортсмен, ну, Бэтмен или Супермен, но массы мышечной во мне на полкило, а мне кричат нехмурить чело, о, спорт, ты мир, уныние, зло. На старт в одиннадцать мы ждем тебя, зелон. Я спорт люблю за красоту, люблю в длину и высоту среди снарядов. Я распознаю коня, болею за электросталь, но чтоб бежать на вертикаль. Пардон, товарищи, нельзя ли без меня? Увы, товарищ старший наш, неумолим, как караташ. Он спит мягкий, а на деревом самбист. Нам же, говорит он, интерес в том, чтобы массовый процесс отобразить. Ты массовик, беги, артист. О, показатели! Они всегда нужны моей стране. Что значит массовость? А то, что все бегут, бегут, бегут. И вот уже контрбасист, ударник я и кларнетист пронумерованы, и завтра нам каут. А впрочем, что контрбасист? Привык к нагрузкам. К ларнетисту он духовик, дыхалка, знаете, у них. Ударник тоже не качок, но у ударника значок. И я один в ночи пишу прощальный стих. Друзья, не то, чтоб я боюсь. Но вдруг к обеду не вернусь, не лейте слез, не пейте спирт. Не надо слов, речей оркестра пуховых, веревок нервных позывных инструкторов, веревок лестниц докторов. Нет, на духовной высоте застряв, я вижу в простотень невзрачный мир, суетный. Так вот, поэт не ангел, он крылат, но фигурально и назад вернуться, чтоб, друзья, пришлите вертолёт, 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 и побежал в 11 часов.